Адекватные блогеры. А я что, неадекватная, что ли? Здрасте. Я здесь, видите, в виде раба любви. Ну, с ночной смены пришла, душ приняла, и сегодня продолжается моё похудение. Вчера я весила 59 килограммов, а сегодня уже 50... А что такое? А сегодня уже 58 с половиной. О, вот так вот. Фокус удался. Ой, простите. Чё-то кашляю. Не знаю, что это за диагноз у меня. Ну, в общем, похудение продолжается. Вчера 59, сегодня 58,5 я залезла на весы. Ну, это же просто чудесно. Ну, я не спорю. Это, возможно, просто от того, что я мало покушала вчера. Ну, я не была голодная. Ой, тут поднялся такой кипиш. У меня в комментариях, и кефир по утрам натощак пить нельзя. Ну, чё ж его нельзя пить натощак? Ну, скажите. Ну, чё его нельзя пить натощак? Я, во-первых, пила не 1%, а 2,5%. И не кефира йогурт у меня был. Но от кефира бы я тоже не отказалась. Вот. И почему нельзя? В кефире это кисломолочный продукт. Что он вам плохого сделает? Ой, что у меня лицо на весь экран. Это же, наверное, не так. Ну, ладно. Ну, вот что, скажите, вам плохого сделает кефир утром натощак? Его при похудении вообще рекомендуют выпить утром натощак. Там содержатся лактобактерии, бифидобактерии. Вот вы знаете, они даже в желудочном соке не погибают, эти бактерии. Потом они попадают в кишечник. И там уже они занимаются очищением, детоксикацией. Ну, это полезно. Ну, это хуже, чем, я не знаю, яичницу жареную, наверное, поесть. Я понимаю, там, если ее не сильно зажарить. А люди же есть на завтраке, яичницу жарят. Овсянку тоже каждый день есть нельзя, она кальций вымывает. Ну, в общем, кипиш поднялся. И, в общем, ой. И самвела слушать нельзя. Да при чем тут самвел? Ну, мне просто понравилась идея. Я решила, что я так выживу. Если позавтракаю кефирчиком, пообедаю. Ну, так нормально. И поужинаю кефирчиком. Да, под ложечкой сосала. Ничего не скажу, под ложечкой сосала. Особенно под ложечкой сосала ночью. Когда я работала, мне немножко захотелось кушать. А, я вчера проштрафилась. Я ж обещала от чаепития воздержаться. Но от чаепития этого я воздержалась. Но меня ж Валя наделила таким маленьким кусочком халвы. Ну, грамм не знаю. 10-15. Но я его все равно съела, этот кусочек халвы маленький. Ну, все равно 58,5. А вчера 59. Вот так вот. Так что попробуйте. Денек можно так пожить. Если кто боится кефир натощак пить, не бойтесь. Вот видите, я живая. Ну, конечно, если у вас повышенная кислотность, то, наверное, кефир не рекомендуется. Потому что, ну, кислотность есть кислотность. У меня она тоже повышенная. Но мне ничего не было вчера, кстати. То обычно бывает изжога. А то ничего, все хорошо. Ну, так. Ну, сегодня я еще один денек похудею. А потом посмотрим. Посмотрим. Может, и завтра похудею. Не знаю, не знаю. Не обещаю, но сегодня я еще худею. Дневник похудения продолжается. А еще мне в комментариях советовали пойти посмотреть на адекватных блогеров, которые худеют вкусно. Ну, видимо, они там считают белки, жиры, углеводы, калории. Я этим заниматься не буду. Ну, по крайней мере, не сейчас. Так что я худею, как худею. Вот похудела со вчерашнего дня. И спасибо. А теперь надо удержать эту цифру. Вообще хочется в джинсики влезть. Ой, там какие-то мне таблицы возраста, роста, объема в груди, талии и бедер предлагали, чтобы я изучила эту таблицу. Да зачем мне таблица, если мне некомфортно в 59? Я хочу 54. Не получится, пусть будет 58, но меньше, чем 59. Короче, не пудрите мне мозги. Хочу худею. Адекватные блогеры. Я тоже адекватная, иногда бываю. Адекватные блогеры. А я же неадекватная, что ли. Вы посмотрите на меня, какая я адекватная. Да я адекватнее всех адекватных. Худейте, а то вместе со мной. На завтрак у меня творожок. Творожок 50 грамм. Ну, не очень я люблю творожок. Но надо. Для костей. Кефир сегодня на завтрак пить не буду. Выпью его на ужин. А на завтрак у меня творожок. Я его буду есть со сметанкой. Вот чайную ложечку сметанки. И немножечко корицы. Гляньте, сколько корицы я бухнула. Ну и что, я корицу люблю. Буду есть. Это только кажется, что ее много. На самом деле там ее немного. С цикорием буду ее есть, пить. Я творог не люблю. А корица как раз спасет положение. И цикори. Без молока и без сахара. Скотина масла. Вот такой завтрак у Наташи. Приятного аппетита и похудения. И вам тоже. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует. Продолжение следует...